Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучения Святаго Иоанна Златоустого на деяния апостольские. Павел говорит, с кем бы я ни изнемогал, и за кого бы я ни воспламенялся. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Будем и мы, увечая вас, подражать этим словам и подвергать себя опасностям за наших братьев. Предстоит ли огонь или меч, бросься на них, возлюбленные, чтобы спасти твоего сочлена. Бросься, не бойся. Ты ученик Христа, положившего душу свою за братьев, соученик Павла, восхотевшего потерпеть тысячу бедствий из-за своих врагов и гонителей. Исполнись ревности, подражай Моисею. Он увидел обижаемого и отомстил. Призрел царскую роскошь. Для угнетенных сделался беглецом и скитальцем. Лишился родных и своего дома. Провел столько времени в чужой стране и не упрекал себя, не говорил. Что это? Я пренебрег царство. Такую честь и славу. Решился отомстить за угнетаемых. А Бог не презрел на это и не только не возвратил меня к прежней чести. Но сорок лет я проживаю в стране чужой. И было бы правильно, потому что не получил награды. Но ничего такого Он не сказал и не подумал. Так и ты, когда делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, хотя бы на долгое время не соблазняйся и не смущайся. Тебе непременно воздаст Бог. Чем долей медлит это воздаяние, тем более больше будет приращение. И так будем иметь душу сострадательную. Будем иметь сердце, способное сочувствовать страждущим. Не будем жестокими и бесчеловечными. Хотя бы не мог оказать никакой помощи. Плачь, скорби. Все тоя случившимся, это не останется бесполезным для тебя. Если мы должны сосрадать тем, которые правильно наказываются Богом, то тем более тем, которые несправедливо терпят от людей. Не из-за души, говорит пророк Винан, плакаться до мусущего близ его. Примут скорбь заезжий, соградиша на посмеяние. Михея 1, глава 10, 11 стихи. Иезекииль упрекает о том, что они не были сострадательны. Что говоришь ты, пророк? Бог наказывает, и я должен сострадать наказываемым? Да, этого желает наказывающий. Он и сам не радуется, когда наказывает, но также весьма оскорбит. Если же и сам наказывающий не радуется, то не радуйся и ты. Но скажешь, когда наказываются справедливо, то, конечно, не должно скорбеть. Должно скорбеть о том, что они сделались достойными наказания. Скажи мне, когда ты видишь, как сыну-то ему делают прижигание или отсечение, неужели ты не скорбишь? Конечно, скорбишь и не говоришь сам себе, что это. Отсечение послужит к излечению, прижигание к выздоровлению. Но, услышав его рыдание, от нестерпимой боли ты скорбишь, и надежда на выздоровление не может преодолеть естественного сострадания. Так и здесь, хотя бы наказывались для исправления, мы должны оказывать им братское расположение и отеческую любовь. Наказание Божие – это как бы отсечение и прижигание. Но потому мы и должны плакать, что они заболели, что имеют нужду в таком врачевании. Когда кто страдает для венцов, тогда не скорби, как, например, Павел или Петр. Но когда кто терпит достойное наказание, тогда плачь, тогда скорби. Так поступали и пророки. Потому один из них и сказал, «О, Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля?» И из Икииля, 9 глава, 8 стих. Мы часто видим наказываемых убийц и других преступников. И сожалеем, и скорбим. Не будем рассудительны через меру, но будем милостивы, чтобы и нам быть помилованными. Ничто не может сравниться с этим благом. Ничто так не выражает наших человеческих свойств, как милосердия, как человеколюбия. Потому и законы предоставляют всякое наказание палачам, обязывая судью только произнести приговор к наказанию, а самоисполнение возлагая на них. Так, хотя бы наказание было справедливо, наказывать не свойственно душе любомудрой. Но для этого требуется кто-нибудь другой. Потому Бог и наказывает не сам, но через ангелов. Следовательно, ангелу палачи, да не будет. Я не говорю этого, но они силы, служащие для исполнения наказания. Когда был разрушаем Содом, все совершено через ангелов. Когда и гейпет через них же. Посольство говорит псалмопеевец злых ангелов. Псалом 77, 49 стих. Но когда нужно было спасти, тогда действует он сам. Так, он послал сына своего для спасения рода. И опять, тогда говорит, скажу ангелам. Соберите творящих беззаконие и ввергните в печь. Матфея 13, глава 41, 42 стихи. А касательно праведников не так. Но, кто принимает вас, принимает меня. Матфея 10, глава 40 стих. И еще. Связав ему, говорит, руки и ноги. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Матфея 22, 13. Смотри, здесь действуют слуги. А когда нужно наградить, сам награждает. Сам говорит. Приидите, благословенный отца моего. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Матфея 25, 34. Когда нужно было беседовать с Авраамом, то приходит сам. А когда идти в садом, то посылай служителей. Подобно тому, как судья поставляет исполнительные казни. И еще. Хорошо, говорит, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Этого восхваляет сам. А раба лукавого не сам. Но слуги связывают. Матфея 25, глава 21 по 30 стихи. Зная это, не будем радоваться тех, кого постигают наказание. Но будем жалеть их. Будем скорбеть. Будем плакать о них, чтобы и за это получить нам воздаяние. Ныне многие радуются даже тех, которые терпят зло несправедливо. Но мы не будем так поступать. Напротив, будем оказывать им всякое сострадание, чтобы и нам сподобиться человеколюбие Божие, благодатью и человеколюбием единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приведите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приведите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу.